Автомобили Тесла стали еще умнее, Илон Маск провел презентацию корабля для полетов на Марс и заявил, что через полгода он отправится в космос, робот Кентавр получил человеческие руки, на рынок вышел новый невероятный дрон, НАСА создает гуманоидного робота для работы на Луне, а промо-бот принимает заказы на роботов-компаньонов с внешностью на ваш вкус. Эти и другие новости высоких технологий в одном видео. Погнали! Автомобили Тесла научились ездить по парковкам без водителя. В конце сентября прошел релиз одного из самых крупных обновлений программного обеспечения Тесла. Десятая версия получила поддержку новых сервисов для просмотра видео, официальную поддержку портированных с консолей игр и функцию Smart Summon, которая позволяет вызвать автомобиль с парковочного места прямо к порогу торгового центра или другого здания. Если верить описанию в официальном блоге Тесла, люди, которые смогли протестировать функцию до ее релиза, были в полном восторге от нововведения. Илон Маск представил публике прототип многоразового космического корабля для полетов на Марс и Луну. Старшип длиной 50 метров и массой порядка 120 тонн может перевозить до 100 человек. Первый полет состоится в ближайшие два месяца. Ракета-носитель поднимется на высоту 20 километров и вернется на Землю. Поднять Старшип на орбиту Илон Маск попробует менее чем за 6 месяцев. Хотите купить гигантского боевого робота? Для вас есть подходящий вариант на eBay. Компания Megabots продает 15-тонного двухъяростного боевого робота Eagle Prime в связи с банкротством. Победитель первой дуэли боевых человекоподобных роботов 2017 года был выставлен на аукцион всего за 1 доллар, но сейчас его цена превышает 170 тысяч долларов. В объявлении о продаже говорится, Eagle Prime, вероятно, один из самых боеспособных боевых роботов в мире. Робот оснащен двигателем LS3 V8 на 430 лошадиных сил, обычно встречающимся в Chevrolet Corvette. Американские инженеры нашли формулу получения 150 тысяч просмотров на YouTube. Это дрон плюс гвоздомет. Идея использования дронов для высотных работ не нова, и прибивание черепицы – один из возможных вариантов ее реализации. Дрон умеет ориентироваться относительно крыши, подлетать к нужному месту и выпускать гвоздь с точностью около 3 сантиметров. Робота Animal оснастили приводными колесами для ног. В такой версии робот создавался для DARPA Sub-T Challenge, где он должен был быстро и точно ориентироваться по сложной, но относительно ровной местности подземных туннелей. Робот уверенно чувствует себя на роликах, но неясно, сможет ли он справиться с преодолением высоких завалов и ям. Вероятно, нет. Инженеры NASA исследуют возможности мягкой робототехники для космических миссий. Мягкие роботизированные приводы, вдохновленные биологическими организмами, позволяют роботу двигаться подобно им, обеспечивая новые диапазоны движения, которыми традиционные роботы из железа просто не могут обладать. Это может расширить роль роботов в разведке и сборке материалов на других планетах. Одновременно NASA ищет инженеров для разработки робота-гуманоида следующего поколения и совершенствования текущих проектов. Гуманоидных роботов Valkyrie и Robonaut 2. Вопрос в том, почему NASA разрабатывает своего собственного гуманоидного робота, вместо того, чтобы сэкономить целую кучу времени и денег, используя существующие платформы Atlas, Digit или Valkyrie. Видимо, ни одна из них не отвечает требованиям NASA, а значит, они, вероятнее всего, связаны с работой в совершенно других условиях, например, на Луне и Марсе. Также возможно, что новый робот создается для работы на будущей окололунной космической станции NASA Gateway. Новый дрон Skydio стал меньше, умнее и доступнее. Если первый беспилотник компании не был предназначен для потребительского рынка, но демонстрировал потрясающие летные навыки, ловкость и автономность, то Skydio 2 умеет все то же самое, но за меньшую цену в 999 долларов. Skydio 2 – это беспилотник со встроенным отслеживанием объектов и обходом препятствий. Используя множество камер, дрон следит за людьми или машинами, ловко уклоняясь от любых препятствий, и одновременно записывая плавное видео кинематографического качества. Вам надо только задать дрону, за кем он должен следовать. Робо-бар мороженого Ниска – самое сложное и дорогое робо-кафе в мире. Здесь работают сразу три робота. Пеппер, который общается с посетителями, Тони, разработанный для выполнения точных и деликатных задач, например, наливания растопленного шоколада на верхнюю часть мороженого, и робот Ика от Кука, который выполняет всю остальную работу. Робот-кентавр получил почти человеческие руки. Мобильная система ликвидации последствий стихийных бедствий Центавра состоит из очень гибкого робота и различных интерфейсов управления, включая костюм с иммерсивным телеприсутствием. Робот способен работать на разных уровнях автономии и может использовать обычные человеческие инструменты для решения сложных задач. Оператор-человек может управлять роботом интуитивно, используя костюм, который обеспечивает визуальную, слуховую и верхнюю тактильную обратную связь с элементами виртуальной реальности. Почти тысяча роботов компании Promobot отправятся в Европу до 2024 года. Швейцарская компания Advanced Robotics купила эксклюзивные права на продажу роботов по всему Евросоюзу за 18,5 миллионов евро. Теперь в течение пяти лет 999 роботов поступят в страны Европы. Также Promobot запустил в серийное производство и начал продажи человекоподобных автономных роботов-компаньонов. Антропоморфная машина двигает глазами, бровями и губами, используя мимику при поддержании разговора. Желающие могут заказать робота с любой внешностью по своему выбору. Несколько частных заказов на робота уже поступили. Пермский изобретатель Александр Осипович закончил работу над телом своего домашнего терминатора тела Т-800. Джон Генри получил две рабочие руки и теперь учится стрелять из пневматики. Робот реагирует на людей вокруг, может общаться и действовать в зависимости от ситуации. Подписывайтесь на канал, ставьте лайк видео и будьте в курсе самых интересных новостей из мира роботов, дронов, космических технологий и изобретений будущего. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова